Друзья мои, всех приветствую! Смотрите, какая штука! Приехали на дачу. Спустя ровно три недели отсутствия были в Архызе. Но даже там, на Кавказе, нет такого количества снега. Но дело не в этом. Вот сейчас камера направлена в сторону курятника. И обычно там горит инфракрасная лампа, и это очень хорошо видно. А сейчас она не горит. Друзья мои, инфракрасная лампа у меня не перегорала два года. Даже больше. Два с половиной сезона работала одна и та же лампочка, и вот сейчас она не горит. Я посмотрел, вроде бы никаких следов хищников нет. Вот дверь курятника, оттуда обычно идет свет. Надеюсь, что с курочками все хорошо. Я снимал несколько роликов для зрителей, которые спрашивали, а что будет, если инфракрасная лампочка у вас перегорит. И я рассказывал по памяти, что у меня было в прошлые разы. А вот сейчас, друзья мои, она реально перегорела. И я хочу снять непосредственно, что в курятнике. Я вижу, что у меня свободен вот этот периметр выгула под крышей от снега. Поэтому курочки, думаю, свободно выходили, когда им хотелось. И было все в порядке. Вот я сейчас подсвечиваю лаз. Вот мой круглогодично открытый лаз. Но, друзья мои, были и отрицательные температуры. Сейчас на улице минус два. Посмотрим. Завтра вам все покажу. Для вас это будет буквально следующий кадр. Итак, утро. Минус один градус всего лишь на улице. Пойдемте посмотрим, что у нас. Снег столько. Ужас. Что у нас при неработающей лампе. При неработающей лампе. За отдышку извиняюсь. Чистил. Так. Так. Привет, моя курятина. Слушайте, иду просить у вас прощения. Я, конечно, не прям таки напрямую виноват. Но лампочка, судя по всему, перегорела. Я проверил. Электричество у вас точно есть. Давайте посмотрим. Хайсекс Ламон Браун в порядке. Да, господи. Открывайся ты. Так. Смотрим. Так. Смотрим. Ну, смотрите, друзья мои. Давайте начнем с рептуха. Рептух таскается. Я имею в виду соломы. Сена у меня нет, поэтому солому засунул. Так. По поводу ее влажности. Вполне себе нормальная влажность. Так. По поводу корма. Вот смотрите, не было нас три недели. Сейчас на ваших экранах сколько, сколько было корма, когда я уезжал. Корм мы используем раменский. Новые линейки, которые делаются с конца прошлого года, по-моему. Мы стали его закупать и очень-очень довольны продуктивностью. ПК-1.2 мы кормим своих курочек. Так. Идемте дальше. Меня-то интересует, как здесь все у нас. Да, видите, лампочка не работает. Поэтому, скорее всего, здесь влажно. Вкусняшку всю они съели. Я дрожжевал зерно и овощи туда оставлял. Так. На полу грязно. Смотрю, все живы. Все хорошо. Но лампочка не работает. Лампочка не работает. Да. Видите, я ее по-разному кручу-верчу. Но лампа все равно не действует. Так. По поводу температуры внутри. Сейчас. Вот смотрите. При минус одном 7,8 градусов курятники. Он у меня в целом не утеплен. Утеплен только потолок. А здесь газобетонный блок. Сотка. Так. Мартин. Мартин. Ну, пера стало побольше, но все равно низ у него выдран. Ухейлю и в порядке. Я так понимаю, дожидается все-таки весны. Это те, кто за него беспокоился. Вот в таком он сейчас состоянии. Ладно. Мартин. Мартин. Но, друзья мои. Смотрите. Нас не было три недели. Не работает лампочка. Были морозы. По 15, по 17 градусов. Но все в порядке с курочками. Давайте посмотрим на яйценоскость. Сейчас надо будет очень хорошо убраться. Потому что влажно очень сильно. И, естественно, на ногах несется помет сюда. В общем-то, нужно и насесты почистить. Потому что, видите, они такими остренькими становятся от помета. На лапках все это несется. Так. Нужно, смотрите, сделать маникюр. Вернее, педикюр курочкам. Нужно убрать у них вот эти шарики. Я это делаю вручную с секатором. Давайте посмотрим, что у нас по яичкам. Верхние гнезда менее популярные. Но вот здесь столько. Я вижу, что в гнездах, которые нижние, посмотрите, там аж вон сколько яиц. То есть, наверное, лоток здесь полностью заполнен. Давайте мы уйдем. Так, ну, давайте мы уйдем, пожалуйста, отсюда. Давайте, 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 давайте. Давайте уходим, уходим, уходим. Позвольте я... Ну, блин. Ну, курочки. Так. Да, здесь все тоже заполнено. Чуть-чуть попозже скажу, сколько яичек. Вот за два, за две недели прошлой у нас было 265 яиц. Сейчас у нас не было три недели. Вот надо посмотреть, сколько яичек. Но я вижу, что, конечно же, здесь их очень много. И они, естественно, грязноватые. Если вот здесь они более-менее чистые, то, конечно, в гнездах они грязные. Но мы их моем перед тем, как реализовать. С этим все хорошо. Да, и надо посмотреть, не лопнули ли какие-то яички. Потому что как-то у меня перегорала вот эта лампочка. Единственный источник отопления и света. Маркиз, а можно, ну, как-то... Я понимаю, что ты возмущен. Ну, да, я со зрителями пообщаюсь, и все. И сразу займусь вами. Так вот, у меня лопалась вот эта лампочка. И были очень сильные морозы. Там под 30. И, соответственно, когда мы вынимали яички, они были такими, знаете, прям лопнутыми. Ну, мы их, естественно, все сделали мешанку, сделали корм из них. Но сейчас я пока не знаю, хорошие ли яйца. И я вам отчитаюсь, как только их... Их помою, ну, в общем, выну и помою. Так, по поводу... Ребята, ребята, бочка пустая. Просто пустая. То есть 80 литров воды кончились. Вот таким образом обстоит дело с паилкой. Да, они, видите, пытаются там через ниппельную паилку что-то... Что-то... Что-то получить, но ничего не получают. Вот таким образом, друзья мои, обстоят дела, когда лопается лампочка. Сейчас я принесу новую, вкручу. Ну, вот такой форс-мажор. И вот его последствия. А последствия такие. Давайте проконстатируем. Первое. Не пострадала яйценоскость. Прежде всего, я это связываю с тем, что... Что курица очень хорошо питается. Вот этот ПК-1-2 Раменский. Ну, они как позиционируют его? Это новый, высокоэффективный корм для кур-несушек, да? Был своеобразный рестайлинг. То есть они учли все ошибки, все замечания, которые были до этого. Потому что на Раменский комбикорм, ну, откровенно, ранее... Я даже помню по своим соседям, кто кур держал. Они говорят, ну, что-то мы перестали быть им довольны. И вот они, я так понимаю, учли все это. И начали выпускать новую линейку. Я этой линейкой закупился. И, соответственно, вот уже почти год я ей пользуюсь. То есть вот эти курочки все. Вот этот тоже экземпляр, маркиз. Когда были цыплятами, питались комбикормом, ну, соответствующим. Честно говоря, уже не помню. Ну, попробую всплывающим окном показать, какой это был комбикорм для цыплят. Так, ну и что мы делаем-то? Слушай, ну, прям вот так вот на виду у всех. Маркиз, вот не стыдно? Скажи честно. Вот не стыдно? Типа, кто здесь? Это я! А тебе было, наверное, хорошо, да? Ну, понятно. Предыдущие две недели было 264 яйца. Грубо говоря, на одно меньше. Вот такая у них стабильность. И вот сейчас посмотрим, сколько. Я вам это все, естественно, покажу. Без каких-то преувеличений будут, если яйца какие-то взорвавшиеся от холода. Просто я не знаю, сколько здесь было, когда было минус 15. Вот без лампы. Сколько в курятнике? Ну, и не хочу об этом знать, в общем-то. Посмотрю по яйцам. И этим комбикормом я полностью доволен. И вижу, что им довольны куры. Вот это самое главное. Так, какие еще последствия? Яйценоскость не пострадала. В курятнике достаточно грязно. Ну, понятно, что менее сухо, более влажно. И на лапах они несут. И, кстати, очень многие у меня спрашивают. А как у тебя помет попадает вот сюда? Вот сюда, например, как помет может попасть. Друзья мои, я наблюдал за этим. Они когда, ну, конфликтуют. Или что-то там куда-то взлетают. Или крылышками, знаете, раз-раз-раз. Помните, как в песне? Бабочка крылышками. Бя-бя-бя-бя-бя-бя. Вот этот помет крыльями поднимается аж вот сюда. Даже на потолке, понимаете? Посмотрите. Даже на потолке есть помет. И они это делают крыльями. Ну, прежде всего, конечно же, за счет того, что теплушка у меня небольшая. Она размером метр семьдесят пять на метр семьдесят пять. Для двадцати пяти кур по нормам это мало. Но, друзья мои, зато здесь очень тепло и сухо. Ну, когда, естественно, работает лампочка. Курочкам здесь вполне нормально. У меня не было ни разу такого, что до летального исхода какие-то драки происходили. Многие пишут, а что они у вас? Типа не дерутся? Не дерут друг друга в таком маленьком помещении? Нет. Вот разные породы. Ну, разные кроссы у меня. Мне делают замечания порой. У тебя не породы, у тебя кроссы. Да, друзья мои, я все это знаю. Просто по привычке так называю породы. Так вот, у меня кроссы. Декалп. Хайсекс Уайт. Ломан Браун. И Доминант. Вот Доминант. Вот Доминант. Вот. И, несмотря на то, что четыре породы здесь, и даже пятая порода есть. Ухей и Люй Мартин. Петушок. Вон он. Обглоданный. Многие спрашивают, пироед, что ли? Нет, друзья мои, это не пироед. Это вот что-то, что-то у него выдирает он сам себе вот эти перышки снизу. Может быть, мода какая-то. Знаете, как сейчас молодежь ходит с короткими брюками. Может быть, что-то с этим связано. Но все с ним будет хорошо. Я действительно думал, что когда в декабре он это сделал, в начале декабря, когда холода начались, думал, что ну все. Не жилец. А он еще тот же лец, я бы вам сказал. Почетный. Кстати, вот такой маленький петух очень даже хорошо гоняет большого маркиза. Где он? Ушел. Большого маркиза. Ломан Брауна. Так вот, несмотря на то, что у меня четыре породы, они не конфликтуют. Ну, по крайней мере, не до крови, не до летальных исходов ни разу не доходило. И вот в такой небольшой теплушке, где температура, когда на улице минус 10, здесь может достигать 20 градусов из-за этой лампы. Так что все в порядке. Я недавно снимал. На новогодних праздниках у нас было очень холодно, до минус 29. И я ходил, смотрел, сколько же у меня в теплушке в этот момент. Вот при минус 29, при минус 30, у меня в теплушке 10,6 градуса. Ну и, соответственно, когда температура на улице повышается, она повышается и в теплушке. Курочки не выходят, они практически всегда сидят здесь. И вот сейчас, когда на улице минус 1, конечно же, они выходят гулять через круглогодично открытый лаз. Нет, ну вообще, ну ему не стыдно. Каждые 5 минут просто. Каждые 5 минут новая жена. Слез с одной, заигрывает с другой. Ну вообще, лови лаз. Лаз, который открыт 365, 24 на 7. И вот еще один лаз в теплушку. Курочки имеют свободный доступ ко всему. Слушайте, ну фуф, как говорится, я спокоен. Случился форс-мажор, и он всего лишь привел к тому, что в курятнике грязно. И ничего больше, и никто больше не пострадал. Так, ну давайте я начну уже убираться. О, за льдышку борются. Начну уже убираться. И курочки, конечно же, хотят вкусняшку. И дам им вкусняшку. И задрожжую зерно. В общем-то, приведу в порядок свое хозяйство. Да ладно, никто тебя не обвиняет. Все хорошо. Делай свое дело. Мой хороший. Субтитры сделал DimaTorzok А вот как курочки пьют в отсутствии воды. Я пока еще ее не налил. Смотрите, видите, ходят и клюют снег. Итак, друзья мои, яички собраны. Осталось только вычистить нижние гнезда. Получилось 346 яичек за с 4 по 24 февраля. Ну, 4 февраля считать не будем. Это воскресенье. Вечером мы уехали. Яичек, конечно же, не было. Получается неделя-две и вот несколько дней. 19 дней 346 яиц. Это по где-то 18 яичек в день с 23 кур. Вот эти, видите, чистые. Ну, относительно. Думаю, тогда лампочка еще работала и чистенькие яички снесенные скатывались в яйцесборник. Ну, а потом уже влажность повысилась. Скорее всего, лампочка перегорела. И курочки уже начали в гнезда нести по мед на лапках. Ну, и, соответственно, яйца вот в таком виде. Но ничего, мы их помоем, приведем в порядок. Кстати, я не обнаружил ни одного лопнувшего от температуры сильно отрицательной яичка. Так что полагаю, что все цело. Ну, естественно, я еще раз проверю, посмотрю. Друзья мои, безусловно, я связываю такую продуктивность, которая практически не пострадала в условиях форс-мажора с правильным кормлением птицы. То есть, она получает полно рационное питание. Вот, сделав ставку в прошлом году на раменцев, на комбикорм ПК-1-2, ну, собственно, который они и порекомендовали, я не прогадал. Поэтому с уверенностью могу сказать, комбикорм работает. То, что они заявляют, что он высокопродуктивный, высокоэффективный, это действительно так. Практически в спартанских условиях моя курица жила, ну, будем считать, что большую часть от трех недель нашего отсутствия. И вот, вы видите результат. Показываю все, как есть. Без всяких там приукрас каких-то. Вот, грязное яйцо, значит, грязное яйцо. Некоторая курочка у меня грязная, да? Было влажно, и некоторая курочка у меня грязная. В курятнике тоже грязновато. Но сейчас мы будем все это вычищать и приводить все в порядок. Я тоже люблю чистоту. Не люблю, когда мне делают замечания. Ну-ка, срочно почисти свой курятник. Ну-ка, побери стены, пишут некоторые подписчики. Я все это принимаю на свой счет. И душа у меня за это болит. Поэтому, естественно, будем все делать, вычищать и приводить домик для моей птицы, который является моим хобби. Практически каждую курочку я знаю по клюву, о некоторых, и по именам. Будем все делать красиво. Кстати, друзья мои, прямо сейчас и до 7 марта в группе ВК Раменский комбикорм проходит розыгрыш целого мешка комбикорма. Можно выбрать любой из линейки. Но выиграть вполне реально. Так что переходите либо по QR-коду, который вы видите на своих экранах, либо по ссылке в описании. Вот, посмотрите, как моей птице нравится. Прямо за обе щеки, за ушами хрустит. Да, моя хорошая? Вот, распрыгались. Маркиз, давай, давай, давай. Показывай пример. Шикарно, шикарно. 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 Продолжение следует... Девочки мои, вкусняшечка, вкусняшечка. Кур, 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 кур Кур, 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 кур Куда, 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 куда Тихо, тихо, ну Тихо, 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 ну подождите Девочки, ну Ну не так же, залезать-то не надо Вот чуть-чуть можно поесть Ну вообще Давайте Налетаем, так, 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 нет Тарелку ногами мы не будем Что сейчас о вас зрители скажут Вообще Невоспятанные куры вот так можно взяли свое все, в угол отошли так, я сказал же мои хорошие так, я попросил бы не вставать в тарелку не вставать не вставать, сказал же ну девочки блин, ну просил же так вот так все, сейчас буду ругаться не встаем на тарелку непослушные, непослушные это не махун « Ken» потому что встаем на тарелку и я не так